помнятся в июне месяце была у нас двухдневная тоже встреча я озвучил первый вариант предисловие к отечественной истории советского периода теперь этот вариант ну за полгода вдвое разросся и буквально вчера я еще там три слова добавил на эти вот добавлял добавлял что-то новое находил ну думаю что это вариант окончательной и поэтому сегодня я решил его озвучить как окончательный вариант договорились то есть если услышите что-то знакомое наверняка вам что-то запомнилось из прошлой нашей встречи ну сохраняйте ровность а то некоторые мне говорят танца вас есть мы уже это говорили это говорили говорили вот те которые ненасытные знаете иногда мне так сообщает вот мы говорим новому все понятно альсан васильевич вроде как возмущается я думаю если было все понятно он бы не возмущался ясно вот по поводу этих ваших нервозности если услышали что я говорил вы каждый день ждете что я был все время новое говорить а я говорю все время хорошо забытая вами старая чтобы иногда все-таки вспоминали чем надо заниматься и сегодня будет озвучен первый вариант главного самым главным памятка для идущих по пути это типичные проблемы ошибки вопросы я там попытался отразить но мне вчера еще гору всяких бумажек мелких серьезными вопросами поднесли так что этот вариант будет не окончательно я понимаю и когда-нибудь тоже вот спустя полгода окончательный тоже будет озвучен ясно то есть мы размялись короткая разминка а теперь сразу к делу потому что у нас программа большая вот я сейчас мучительно пишу мучительно честно говоря начал писать ну как бы третью книгу по отечественной истории это предреволюционный период непосредственный советский период трудно идет эта книга потому что материалов уйма самых разных самых противоречивых но когда ты выстроил определенную концепцию правильную концепцию будем считать что она правильно я ее озвучу сегодня то тогда приходится многое отметать и как-то центрировать ваше внимание на главное то что действительно поворотные моменты истории сыграла решающую роль так что при написании этой книги передо мной стоит архи сложная задача требуется преподнести вам то есть искренне стремящимся разобраться в исторических хитросплетениях кажущихся на первый взгляд случайными порой парадоксальными этот непростой для понимания период отечественной истории с внятным и доступным обоснованием его исторической целесообразность а вовсе не случайности как видится многим его злостным ненавистниками стана либералов как правило не буду уточнять кто относится к либерал эти апологета исторической правды в кавычках естественно желает по чтоб не стал навсегда вытравить из сознания молодого поколения славное советское время время гигантского исторического скачка россии превращение ее старостепенного азиатского государства в ведущую мировую державу который не было равных в новейшей истории то есть страну заставившую считаться с собой сильных мира сего гигантский исторический скачок просто фантастический такого в истории не бывало и по исторической концепции этих лжепатриотов после прекрасных царей романовых в отечественной истории наступил ужасная тоталитарная пауза а потом пришли добрый трезвенник коммунист горбать до добрый трезвенник коммунист горбачев изрядный выпивоха x коммунист ельцин который дарова всему и вся свободу безграничную восстановили правильный ход истории правильной а так все было неправильно вывих какой-то не даже победа советского народа великой отечественной войне переначивать семена свой лад мол промогал кровожадный вождь тиран начала войны и потом страна расплачивалась за это миллионами невинных жертв вот так представляется вообще отечественная война вот кометон видите вот настрой еще в этой войне кажется не было верховного главнокомандующего не было председателя государственного комитета обороны то есть организатора фронта и тылы и биметы ибо имя этого человека и осипе зелен сталин произносить в победном ключе с их точки зрения просто не позволить на о нем надо умалчивать победил народ войне вы знаете что такое народ а значит такой народ анархически настроен народ этим народом надо управлять как говорил ленин свое время русский народ надо в дугу согнуть а потом потихоньку отпускать он был прав вот на нашему народу в книге во второй книге исторической посвящена отдельная глава вот она должна выйти от книг вот я нашем народе о русском народе ну и те кто к нему примыкает там много говорю чтоб было понятно что такой наш народ он неплохой нехороший он особенный он сильно отличается от остальных народов мира понятно а то у нас плохой хороший там красный белый на три глупость полная только ментальное сознание способна так лихо и глупо ранжировать людей что касается меня то выборов позицию защитника исторической справедливости сразу наживаешься врагов причем со всех сторон со всех сторон то есть у меня потому вопрос которым я занимаюсь союзников быть не может никаких это хорошо значит правильно да как говорили в советское время марсиско-ленинская теория верна потому что она правильно такая глупость так вот когда наживаешь все врагов со всех сторон ни одного союзника значит что-то правильное потому что нет позиции тот кто занимает позицию это неизбежно эгоистическая позиция неизбежно есть разделение это хорошо это плохо вот у меня я постарался все-таки в этом предисловие к отечественной истории советского периода показать что я не имею никакой позицию никакого любви к 100 никакой любви к сталину я не питаю все эти любить сталина или молотова кагановича вы можете любить кого-нибудь из правителей это вообще дурно попахивает правителя любить а но может девушка экзонтированной может полюбить на и так сгоряча но серьезному человек который занимается изучением истории кого-то любите вставать на чью-то стону но как несерьезно на мой взгляд может вы со мной не согласитесь но пока потерпите в перерыве скажите персонально хорошо если такая необходимость будет так вот как я к этому пришел что все-таки правильно позицию выбрал очень просто прорабатывая разные полярные по взглядам исторические источники я убедился в их полнейшей неспособности внятно объяснить все происходившие в нашей стране в это непростое трагические одновременно вероятно невероятно созидательное время причем в духовном смысле созидательное правильный подход к историческому процесс становится возможным если отечественную историю рассматривать сквозь призму духовных параметров ибо исторический процесс исторический процесс есть не что иное как духовное становление земного человечества на разных этапов его существования в день читали об этом нет я тоже не читал но как-то форме озарения мне это пришло потому что параллельно с видимой истории истории мирской тихо незаметно шла та самая история духовная история которую действительно в которой действительно рождались те самые духовные плоды которые в общем-то и предполагались изначально когда здесь на земле ну простите за нехорошее может быть слово затеялось земное человечество затеялось господом мы же затеянные мы или нет а или у вас какой-то другой меня ним или кем-то чему появились откуда из-за мне бы почему-то вдруг появились люди а амеба была одноклеточная простейшая что даме бы было я не буду говорить потом вдруг появилась помесь шимпанзе со свиньей то есть генетически мы на девяносто восемь и восемь десятых процентов имеем геном шимпанзе а биохимии наши телесные всех телесных сред это свинья то есть ближе все к поросенку то есть для чего же все таки появилась здесь помесь шимпанзе со свиньей простите ну я тоже этого же рода брать того чтобы продолжать существовать бесцельно наплодить детей бесцельно существующих а потом все исчезает со смертью да для этого или нет как-то вот не вяжутся ну ладно это и меня маленькие отступления по тех что этого нет по тех что там подальше но я имею право прокомментировать написано так вот исторический процесс будет правильно поняты довольно просто объясним лишь при условии принятия постулата определяющего истинный смысл существования земного человечества это взращивание принесения духовных плодов в ходе не очевидной для обывателей ученых людей духовной эволюции взращивание и принесения духовных плодов в ходе духовной эволюции все вот ради этого и завелось земное человечество затеялась господом именно исторический процесс призван обеспечить необходимые условия или среду если хотите для внутреннего развития тех индивидов которые зреют или уже созрели для духовного плодоношения иного смысла смысла наивысшего порядка история человечества не имеет разочаровал я вас или наоборот вдохновил если у вас другие мнения есть вы можете мне возразить но фактически возразить и знаете ну чтобы аргументировано это было тогда я готов принять спорить я не спорю но готов задать вам тогда второй вопрос меня все спрашивает я говорю вот задаю я вам вопрос на смысле существования вы мне даете ответ я задаю второй вопрос и вы уже теряетесь то есть вы него ответить не может меня все спрашивают а какой ваш второй вопрос я в зависимости от ответа вашего на 1 ясно так что не спрашивайте о втором вопросе задавайте сразу потом по факту и вам задам вопрос 2 это по поводу смысла в частности на нашего с вами здесь существования хорошо перерыве подойдите задавайте и когда духовное плодоношение иссякнет она когда-нибудь иссякнет и земное человечество окончательно демонизируется к этому все идет это явствует не только из евангельских откровений спасителя то божественное проведение найдет способ прекратить его существования люди в демоническом угаре сами себя уничтожен и к тому есть сегодня существенные приспосылки а грядущий квантовый скачок эволюции породит новую землю землю иной материальности насельниками которые станут новые люди с новым сознанием супер ментальном духовно состоявшиеся на старой земле так вот что касается варианта самоуничтожение земного человечества то вот по дороге куда-нибудь в метро я еду я смотрю то самоуничтожение началось началось все сидят с этими штучками все абсолютно ни одного человека который не нажимает сидит справа девушка за минуту она клиповых всяких мелочей просмотрела ну наверно десятка полтора это смотрит там четко это смотрит и и все так вот она просто маленький пример все это делают то есть люди погружаются виртуальный мир то живой жизни в дальнейшем у людей которые погрузились виртуальный мир и не предвидится если нет живой жизни то какой духовной работе речь может быть понимаете это повальная эпидемия так вот что касается варианта самоуничтожение земного человека речь здесь не идет о глобальной войне или экологической катастрофе все гораздо прозаичнее человечество уничтожит машинерия и холодное компьютерное рабство напрочь убивающие в человеке живую читай духовную жизнь человечество в своей стадной эволюции последовательно проходила периода первобытно общинного рабовладельческого феодального капиталистического строя на империалистическом небосклоне которого ярко вспыхнул и потухла звезда свет который сулил всеобщее социальное равенство вот то что у нас было да в советском союз вспыхнула как некое волшебное но увы в силу объективных обстоятельств несбыточная мечта многих нормально нормальных то есть духовно неоскопленных людей вспыхнул именно в россии той стране потенциально богатой духовными талантами а духовное падение или окончательное закабаление земного человечества будет происходить в обратном порядке до тех пор пока она не превратится в безропотных рабов искусственного интеллекта совершенного инструмента князя мира сего все то есть рабовладельческий строй на уровне компьютеров интернета и прочее вы будете рабами начал перспектива такая нормальных людей может устроить будем считать что вы нормальные в обратном порядке вернемся крововладельческом устроена уже понимаете да кто будет владеет вами не какой-то хозяин отдельный глобальный князь мира сего идет погружение в рабство находясь в плену у искусственного интеллекта и своих убогих мыслишек человек будет ощущать себя свободным свободным по меткому выражения василь васильевич и разу на высказанного правда в другое время но по аналогичному поводу свободный как атом трупа который стал прахом свободный по свободно туда лезет это а добровольно вот вам свободно о которой вы мечтали ладно и в результате я вам буду рисовать грядущую картину может я не прав но бывает так я не фантазирую но мне видится вот так на сегодня что должно быть в результате аморфные безликие массы тотально зомбированных погруженных виртуальные миры людей сугубо потребительским состав сознанием со стеклянными невидящими глазами и холодными оловянными сердцами будут непрекаянно бродить по планете до тех пор пока огненный катаклизм не сочтет сотрет с лица земли печать антихриста и и носителей будут ходить двигаться аморфные безликие массы соловянными глазами черствыми холодными сердцами все чего хотите вы глядите вокруг то имейте глаза имейте уши протрите тут оптика не нужна с диоптриями тут нужна душа который все-таки должна почувствовать чему все идет сегодня и тут не должно быть никакого страшения полное понимание тоже чем вам надо заниматься в это сложное трудное действительно время когда час бог приближается поверьте мне слишком хорошо известно что такое современный ментальный человек и ментальное человечество которое окончательно предала господа окончательно чтобы будущем обольщаться у меня нет никаких на этот счет посылок понятно я просто вижу что происходит обольщаться будущем ну ладно продолжим если вы категорически не принимаете за основу озвученный постулат касаемого истинного смысла существования земного человечества то наше дальнейшее общение будет лишено просто смысла но коль принимаете будем продолжать только знайте помните что проведение божественное говорит с нами еще на языке нашей истории на языке наглядных исторических примеров пронзительно прозреваемых лишь воистину одухотворенным сознанием которого вы лишены во множестве плодящиеся сегодня роботизированные насильники земли земли нету людей совсем мало людей которые имеют воистину одухотворенное сознание так в наших предыдущих работ посвященных отечественной истории показано что наряду с чередой видимых исторических событий их очевидных следствий рассматриваем их анализируем многими авторами параллельно вершится еще и духовная история то главное скрытый от несведущих историй рады которые затеялась проведением земное человечество российский философ и публицист александр панарин отмечает что со времен появления великих мировых религий мировая история включает еще мистическую то бишь духовную составляющую в качестве скрытой пружины вектора так вот без этой скрытой пружины и направляющей у вектора история была просто бессмысленной просто никакой да ее бы и не было был бы просто хаос на божественная природа со всей очевидностью хаоса не допускает и попробуем теперь пошагово разобраться в задумке 20 относительно с вами задумки сродни многоходовой шахматы комбинации которую не способна постичь люди лишенные духовного видения у них отсутствует тот орган духовного к который понимает или не понимает это не то а просто ясно видят только не путайте свой гадном ясновидение увидит происходящее в истинном свете если это есть у вас тогда у нас с вами язык будет в общем-то в общем кем же на самом деле вершится история те кто думает что историю творят люди или не только люди но еще и воля проведения ну какая всевышняя воля они заблуждаются историю по большому счету вершит исключительно божественное проведение по своему замыслу и по своим непреложным законам а люди всего лишь исполнительные инструменты сознательно или в подавляющем большинстве своем бессознательные они невольные марионетки самых разных воль включая враждебные данные который заставляет их совершать разного рода непотребства необъяснимые порой не укладывающиеся в рамки здравого смысла наблюдаем вот такой ну конечно блюдо и до тех пор пока человек работая на пути сознательной духовной революции на пути духовного ваяния себя в сотворстве с божественным проведением полностью не воссоединиться всевышний более он в прямом смысле этого слова себе не принадлежит познал это на собственном опыте поверьте у меня есть что с чем сравнить до того как я встал на путь я себе не принадлежал я все время зависела каких-то обстоятельств совершаю совершенно порою ну неадекватные поступки за которые потом становилось просто стыдно не принадлежала себе то есть у меня есть опыт сравнение что было да и что стало после того как я занялся делом и пока вы не станете истинными революционерами духа знающими куда вы идете и что вам надлежит делать на этом пути вы всегда будете несчастными нытиками одолеваемыми страхами сомнениями страданиями болезнью всегда будете ныть запомните другого варианта в будущем его не предвидится если инструменты то бишь люди плохие или несовершенные искажают эгоистической воли замысл божественного проведения то но время от времени вмешиваясь вносят в исторический процесс необходимые коррективы причем посредством все тех же людей инструментов разрушая их же руками ему неугодное зачастую как от не парадоксально одни и те же люди могут совершать прямо противоположные вещи становясь то на одну то на другую сторону баррикад и естественным чем более совершенные инструменты тем менее болезненно протекает исторический процесс а верховной силе осилие божественного проведения наш великий соотечественник петр я крича даев сказал следующее цитирую вся наша активность есть лишь проявление силы заставляющий нас стать в порядок общей в порядок зависимости соглашаемся ли мы с этой силы или противимся ей все равно мы вечно под ее властью поэтому нам только и надо стараться отдать себе возможно верный отчет в ее действие на нас и раз мы что-либо об этом узнали предаться ей со спокойной верой эта сила без нашего ведома действующие на нас никогда не ошибается она ты ведет вселенную к ее предназначению и так вот чем главный вопрос жизни как открыть действие верховная сила на нашу природу тогда он задавал этот вопрос это было в середине 19 века так вот сейчас это хорошо известно есть путь сознательной духовной революции который позволяет каждому искреннему искателю истины правильно реализовать свой духовный потенциал поряд итак коль воля проведения определяет течение истории то из этого следует что исторический процесс не имеет и не может иметь альтернатив каких-то иных вариантов течения нам такая что да вот если бы это было так то было бы все по-другому вы понимаете да у нас вот все время такие вот досужие домыслы как будто вообще исторический процесс никаким законам не подчиняется он не может не подчиняться законам предписанным свыше понятно или нет он не может быть хаотичным хотел чтобы вывод этим прониклись то есть исторический процесс не имеет каких-то иных вариантов течения в каждой конкретной момент и период времени происходит то единственно возможное что уготована или скорректирована божественном проведением и дилетантский следовать на то что судьба страны могла бы быть иной стань примеру на место одного не радиоуправителя кто-то другой более прогрессивной наивно ибо в ходе духовной эволюции в которой вовлечено все земное человечество все имеет сокровенный смысл не подвластны абсолютно логике человеческого ума но хорошо осязаемой пробужденной душой а посему абсолютно бессмысленно рассматривать постфактом любые альтернативные варианты течения истории как этим усердно занимаются некоторые досужие историки все это возможно увлекательно но это из области не научной фантастики некоторые увлекаются этими делами рассматривать альтернативные варианты истории над не научная фантастика даже австрийский писатель стефан свек определил историю человечества как феерический спектакль поставлены гениальным режиссером по гениальному сценарию цитируют свейга мгновение своего наивысшего мастерства история не нуждается в поправках там где она творит как вдохновенный поэт и драматург ни один художник не смеет и мечтать ее превзойти слов не шекспирен не достоевский не все остальные вместе взятые мастера художественного творчества не смогут превзойти историю которая творится гениальным режиссером а нам сознательным духовным революционерам надлежит стать просвещенными зрителями в этом феерическом спектакле зрителями они участниками понятно то есть стать зрителями феерическом спектакле поставленным самим господом богом на отчет стоит а зрители или хотите быть бездумными исполнителями а спектакль то господь поставил которого основательно и судя по всему бесповоротно забыла сегодня практически все земное человечество забыла нету безальтернативность будущего косвенно подтверждается исследованием так называемого эффекта бабочки в квантовом субатомном мире довольно тонком эксперименте с использованием супер совершенного квантового процессора ученые сша биньян и синицын показали что модельное изменение прошлого модельное изменение прошлого никак не отражается настоящим и правда при этом появляется только фоновый шум как следствие вносимой корректировки кем вносится корректировка но наверно высшим сознанием или господом богом то есть модельно изменить прошлое можно но будущее все равно будет тем каким она стала понятно вот корректировка обязательно вносится очень тонкий эксперимент ребят проделали так вот коль настоящий остается неизменным то можно предположить что в природе на тонком субатом нам уровне где проявляет себя скрытая мета исторические пружина направляющего вектора истории имеет место постоянная кармическая корректировка волей проведения нежелательных отклонений от генеральной линии исследования предписанной свыше корректировка идет обязательно если нежелательно отклонение возникает понятно и появляется фоновый шум от революции войны и прочих катаклизмов понятно ведь как интересно все с научной точки зрения все можно как-то ну попытаться бедные подвести научную базу подать я пытаюсь все время это делать и не сведущим людям то есть подавляющим большинство человечества и вправду кажется что историю вершат царствующие особые президенты политики министры военачальники лидеры партии движений прочие марионетки самых разных вольт но не тут то было вершит историю исключительно божественное проведение неважно кто находится у руля и неважно что он при этом о себе мнит находясь на троне ибо он всего лишь исполнительный инструмент которому эгоистическое своеволие дозволяются лишь в ограниченных пределов при нарушении которых неизбежно следует болезненная корректировка порождающая фоновый исторический шум так вот сегодняшняя историческая наука как она себя называет не может называться наука ибо у нее нет фундаментальных законов которыми она могла бы руководствоваться рассматривая исторические события в единственно ведном ракурсе с возможностью использования знания о прошлом для своевременной правильной коррекции настоящего ради грядущего это что многим сегодня кажется история своеобразная зачастую привлекательная мифа творчества или нудная наукообразная билетристика вот горы подобная литература и макулатура я бы сказал я проработал и понял что это банальный интеллектуальный мусор ни уму ни сердце факты до их можно взять за основу но их интерпретация формате ментальной рогики а еще и с эмоциональным уклоном как от часто встречаются бы убогости полная серость словом история который нам предлагается это как предложение без подлежащего со многими сказуемыми если нет подлежащего в предложении то вообще можно чего не понять или нет скажу им их много у меня такой образ возник как предложение без подлежащего история может стать наукой лишь тогда когда у нее появится основополагающие мета исторические законы определяющие истинную цель существования человечества и предполагаемый конечный результат исторического процесса понятно цель и результат должен быть вот тогда можно как-то сопоставить все происходящее ну согласно какой-то логике пусть не человеческой но божественно понимаете да отсюда становится понятным что пока история не наука она ничему научить не может ибо болезненные уроки прошлого анализируется историками политологи my прочими специалистами исключительно интеллектуальном уровне эти специалисты опираются лишь на анализ следствий политических экономических военных культурологических и прочих и но не затрагивает базовую причину а базовая причина системный духовный кризис когда возникает во множестве те самые исторические события в переломные моменты которые описывают истории и анализируют лишь следствия а базовая причина системный духовный кризис они и никто ни сном не духом не ведает это то что скрыто а посему прошлое исторические события становятся в лучшем случае лишь добротными музейными экспонатами демонстрирующими полнейшую человеческую беспомощность перед провиденциальными силами все нам это демонстрирует нам об этом рассказывает ну что беспомощным и абсолютно 1917 году буквально в три дня слиняла набиравшие было промышленные обороты богом охраняемая российская империя на богом охранялась вот самого зарождения но об этом талдычили все время в три дня а в девяносто первом году скоропостижно испустил дух великий могучий советский союз экономическая держава номер два в мире экономическая понимаете да не могу не привести блестящее свидетельство русского философа василь шероза на в об октябре семнадцатого года цитирую русь слиняла в два дня самый большой в три поразительно что она разом рассыпалась вся до подробности до частности не осталось царство не осталось церкви не осталось войск и не осталось рабочего класса в три дня а девяносто первом году не буду говорить вы сами все видели знает да интересно как то в телевизионном шоу с участием видных ученых политологов и экономистов действительный член российской академии наук историки у сергеевич пивоваров автор фундаментальных трудов по истории политической культуры россии 19 20 веков много наговорив в конце концов честно признался за что я его зауважал в общем за остальное его уважать не имеет смысла что он честно все-таки признался что ума не может приложить почему в семнадцатом году в россии произошла революция исследовал этот период но он там до запятых но ума не может приложить честно скажу уверенно шлиф капитализма тут на тебе облом и когда так называемым специалистом об их неверном методическом подходе пытаются сказать людям деленное истину духовным прозрением то это вызывает у них лишь кривую презрительную смешку бог им судья ибо этим интеллектуально состоятельным людям неведомо самое малость зачем они появились на земле и по каким законам им надлежит стих жить вот это им неведомо на этот вопрос они ответить не смогут уж точно зная все и вся и отсюда понятно что нет и не может быть пророк в своем отечестве что в частности наглядно продемонстрировала судьба фактически заживо похороненного великого отечественного мыслителя петра я ключа да его с горечью вопрошавшего цитирую чада его франции на что нужна мысль чтобы ее высказать в англии чтобы привести ее в исполнении в германии чтобы ее обдумать а у нас ни на что на все российское прозападно настроенная интеллигенция смотрят как на что-то доморощенное а следовательно у бога и никуда не годная вообще что же касается правильности выводов из уроков истории и соответственно предложение по корректировке будущего то они должны делаться прежде всего в направлении упреждения духовного краха это уже не искусство политики или экономики они измеримы они что неизмеримо больше и а где взять такого не купленного золотом и не подверженном либеральным ценностям руководителя государства который мог бы это органично чувствовать и последовательно притворять жизнь где взять покажите который бы работал на упреждение духовного краха да и возможно ли появление такового теперь в эпоху повальной демонизации человечества упреждение духовного краха отнюдь не способствует внешней активности религиозной жизни посредством умножения церквей и мечети числа их прихожан как это видится многим несведущим умом на самом деле это возможно только путем умножения истинных светильников духа то есть духовных революционеров которые спасили в свое время назвал малым стадом оберегаемым отцом небесных от соблазнов лукава то есть только среди вас даже в сербе мечети не ходите да вообще бы все неприкаянные в целом все изуродованные вообще брошенные всеми да нигде как по не пристроились нигде клубной работой духовной не занимаетесь как бы сами по себе еще контингент очень трудный но с этим контингентом благородно работать причем потому что это люди пациально готовы принести духовной платы в этом я убедился потенциально будет это ли не будет это другой вопрос вы меня понимаете да так вот всякому историческому процессу беднее периоду соответствует своя динамическая провиденциальная целесообразность обусловленная сочетанным действием четырех основных законов духовной эволюции с целью создания и поддержания продуктивной эволюционной напряженности в земном человечестве призваны во что бы ни стало обеспечивать духовное плодоношение каковы же эти непреложные законы согласно которым вершится проведением духовной эволюции нумерациях произвольной но степень важности одинакова первый закон это закон перерождение закон повторных рождений или закон реинкарнации услышав про этот закон вы все счастливы что ни один раз живете на земле а так лет на самом деле не узнаете до тех пор пока окончательнее воссоединитесь со своей истинной сущностью верите вам от нравится душа бессмертно счастливые вы от этого да то есть ваша жизнь изменилась что на обретение счастья нет нет напротив сомнения страдания может обманывает то есть суметь с полной вот до тех пор пока вы следует по пути сознательной духовной революции не объединить свои истинные сущности вы не узнаете так ли это или нет но хоть ради этого можно делом заняться а то обольщаетесь или расстраиваетесь по этому поводу а надо бы все-таки получить подтверждение хотелось бы этот закон позволяет одной и той же душе вовлеченная в процесс духовной эволюции в течение нескольких человеческих жизней в разных физических телах и разных социальных условиях постепенно совершенствоваться обретая при этом все большую сознательность способствующую скрытым росту души готовы в одном из земных воплощений исполнить свое истинное предназначение то есть принести духовный плод неоднократная смена душу и физических тел с эволюционной точки зрения просто необходимо церковь то говорит церковь в христианской да говорит одноразово мы здесь используемся господом и судя по тому как мы себя поведем и чем будем заниматься нас ждет либо вечный рай либо вечный ад церковь категорически с этим в общем-то разделалась никаких этих самых реинкарнации никаких шансов изменить то что вы вот здесь сегодня имеете придя на эту землю либо рай либо от выбирайте за хорошее поведение и страдания вам гарантируется рай но за плохое соответственно за получение удовольствия и прочего от вы тоже в это вряд ли верите наверно да а иначе бы в церковь ходили там вам бы объясняли от каждый день за что рай полагается за что от как-то известный это самое митрополит министр иностранных дел церкви иларион слышали да а митрополите ларионе на вопрос слушателя он выступает по россии 24 ему задает вопросы по телефону он как всегда сидит бесстрастно в общем-то спокойно как удав вот его спрашивает все ли обретут жизнь вечную после смерти он говорит все кто-то в раю а кто-то в аду то есть церковь вещает о существовании вечного ада и вот этот автор я тут недавно просто удивился смотрю лежит книга меня пригласили в дом не буду говорить в чей и там лежит книга серии жизнь замечательных людей иисус христос ну замечательный человек иисус христос лежит книга автор митрополит иларион вот такая книга ну ладно я же не стану читать такую книгу но в руки взял ее все-таки полистал листаю до последней страницы смотрю вышла книга в серии жизнь замечательных людей патриарх кирилл ныне здравствующий этим же автором написано теперь ему еще надо написать книгу о митрополитии ларионе пока он жив сам автор и тогда трилогии будет закончена на духовную тему я как-то вот посмотрел мне как-то стало не очень по себе я даже улыбнуться не смог найти иногда вот вы поняли или нет ныне здравствующий патриарх кирилл ему 75 лет успеть пока он живой написать о нем книгу по моему живых то я не знаю живым даже нобелевской премии не не полагается да вы знаете да если умер человек номинирован на нобелевской премии не не полагается то есть его не дадут от прям насколько мне было известно может сейчас дают все и посметно и не знаю как то но вот такая книга интересная джазел иисус христос и митрополея патриарх кирилл один автор написал но еще одна книга будет на написано если он успеет о себе вас это не удивляет нет наверно вас вообще нечем сегодня удивить даже просто нечем то есть вы настолько нагляделись вокруг что происходит чтобы вас удивить надо я не знаю вас преисподнюю минут на 15 поместить и потом вынуть и посмотреть как вы будете себя чувствовать вечный ад на экскурсию ну ладно идем дальше это небольшое отвлечение было вот по поводу закона реинкарнации так вот неоднократная смена душой и физических тел с эволюционной точкой день просто необходимо если не принять этот закон как данность то говорить о духовной эволюции просто абсурдно согласно закону перерождения смерти как она мысль с обывателем не существует так и просится назвать этот закон законом несуществования смерти хороший закон а то есть вы обе руки за закон хороший закон о несуществовании смерти если принимаете это то идем дальше второй закон второй закон это закон обязательной реализации причина следственных связей кармический закон по большому счету этот закон определяет становление божественного бытия в целом а что же касается конкретного индивида то действие кармического закона сводится к тому что все происходящее с человеком в течение жизни есть совокупное следствие его поступков речей мысли и деяний рождаемых им когда нам так частично прошлых земных воплощениях это удивительно мудрый закон призвано и обеспечить становление индивидуальной души в направлении духовной реализации самого рождения мы находимся под влиянием этого закона и до тех пор пока индивид не выйдет на такой уровень самоидентификации когда он сможет сознательно изменять свою судьбу то есть сознательно эволюционировать действие кармического закона будет носить жесткий болезненный обучающий то бишь педагогические характера посему надо помнить что безвинно случайно и зря никто никогда не страдает согласно этому закону безвинно случайно и зря никто никогда не страдает нормально страдание попускается проведением исключительно в педагогических целях при нарушении индивидам требований духовной эволюции при забвении или пониманием истинного смысла собственного существования но думает что все вы испытали действие этого закона на себе особых возражений по поводу его приятия но не последует хотя он вам не нравится да мне нравится он как-то вот по-человечески лучше бы его не было третий закон закон свободы выбора индивида закон свободы воли до который заключается в том что проведение никогда не посягает на свободу принятия индивидам того или иного решения в той или иной ситуации пожалуйста этот закон вам нравится такой свободы воли ведь хорошо ведь да чего хочу той врачу нормальный закон то есть первый закон вы принимаете 2 так с кривой усмешкой а вот 3 о свободе выбора вам нравится закон это хорошо но посмотрим хорошо это или нет однако несоответствие принятого решения эволюционная целесообразность обязательно хоть тотчас или отсрочен отражение в кармических следствий в кармических уроков действие которого как упоминалось выше направлен исключительно воспитание души я что-то не так выбрали не в том направлении корректировка кармической болезненная понятно абсолютно правильный безошибочный выбор возможно только при условии единения человеческой воли воли проведения что является конечным результатом вашего следования по пути сознательной духовной революции вот тогда все и кармический закон перестает работать он уже не нужен ни к чему он вас воспитал насколько это можно было сделать и все и так смерти нет своеволе не возбраняется кармический закон исправно работает подправляя ваше безрассудство посему все направлено на воспитание нашей бессмертной души вы скажете что так все в жизни даже самой низкой жестокой можно оправдать найти вот приходит на ум вот то что вот в общем то все можно оправдать самое низкое жестокой не все не родение господа оправдать нельзя а главное ясно нельзя это оправдать это не оправдывается это главное что надо усвоить 4 не всегда правильно понимаемый закон это закон поддержания продуктивной то есть приносящие требуемые результаты энергетической напряженности в аэволюционном поле земном человечество существует множество уровня энергетической напряженности я еще называю это уровне поляризации или конфликтности которые обеспечивают эволюционный рост душ отдельных индивидов но наиболее значимый вид индивидуальный уровень поляризации который проявляется у нас во внутреннем противостояние демонического и духовного начала есть наши дьявол и ангел наверно это наш внутри не уровень поляризации внутри семейный уровень поляризации и уровень поляризации а между индивидам и внутри копать внутри корпоративный уровень поляризации межконфессиональной межнациональной межрасовой много всяких уровней где все искрит то есть покоя нет в мире в котором мы живем который нас окружает поляризованно все все искрит и порой глядь на происходящее вокруг и с нами создается впечатление что люди пришли в этот мир только для того чтобы делать друг другу гадости вот для этого вот они сюда и пришли впечатление такое создается есть у вас такое впечатление и каждый при этом вроде бы прав у каждого своя правда и поди тут разберись и так будем считать что четыре базового закона духовная эволюция вами приняты интересующемуся обывателя без сомнения придутся по вкусу закон перерождение закон не существования смерти закон свобода выбора работ кармический закон закон неминуемые расплаты за содеянное что не в пользу развитию души и закон поддержания аналитической напряженности эволюционном поле это законы не селяющие вам спокойной сытой жизни не хочется проигнорировать но они законы куда деваться все под законом ходим до нравится они вам или не нравится другой вопрос я дело вкуса все четыре закона действует только сочетано все вместе так предусмотрено проведением и направлено исключительно на воспитание души в угодном господу направлении все то есть глобальная обязательно касается у вас то есть те кто должен принести духовный плод от вроде бы глобальная на все человечество на вас именно это распространяется вот об этом надо помнить а мы себя как-то вот убираем из всеобщего да но вроде бы в сторонке сбоку припеку не все направлено на вас то есть на всех вместе на вас в частности об этом напомнить при анализе исторического процесса принцип поляризации имеет решающее значение потому способность исследователя видеть позитивное в казалось бы негативном главный инструмент постижения подлинной истории способности следователя видеть позитивное в казалось бы негативном главный инструмент постижения подлинной истории ее движущих сил работающих в итоге на идеализацию божественного промысла отсюда следует что все без исключения исторические события в том числе даже самые несправедливые по человеческим меркам и якобы незаслуженные людьми есть не что иное как необходимое благо для обеспечения духовного прогресса отдельных индивиду в ходе статной эволюции понятно благо правда это обстоятельство ни в коей мере не может служить оправданием зла которые люди творят намеренно причиняя боль и страдания другим людям за все творимое зло человек несет соразменную его деяниям и их последствиям персональную кармическую ответственность понятно верно закон кармического воздаяния за совершаемое человеком прегрешение никто не в силах отменить и следует добавить что видимая то есть событийная часть исторического процесса является лишь отражением крупномасштабных изменений роста падения или застой духовной активности людей осознание этого факта способна прояснить многие многое из нелогичного на первый взгляд в историческом процессе то что не находило приемлемого объяснения в сугубо логической системе кандидат во времена духовных кризисов божественное проведение безжалостно оперирует человеческими массами это поначалу кажется похожим на стихийное бедствие однако процесс всегда управляем и контролируем свыше всегда в отечественной истории от хорошо просматривается при погружении государства смуту и выходе из нее и не имеет значения кто в эти времена находится у власти не важны фамилии имя отчества ибо коррекция исторического процесса занимается исключительно божественное проведение а представители власти лишь его хорошие или плохие исполнительные инструменты неважно кто стоит у руля так вот внимательно слушайте теперь из изложенного следует что правильная позиция в исследовании истории это отсутствие какой-либо позиции только факты рассматриваемые в русле духовной эволюции ее сочетано действующих базовых законов то есть не должен исследователь истории иметь какой-либо позиции только факты и рассмотрение в свете сочетано действующих четырех законов духовной валют все вот тогда у вас не будет какой предвзятой точки зрения тогда вы не ошибетесь у дворца нет той или иной позиции понимаете то есть над глазами дворца глядеть на все происходящее он запустил исторические процессы временами когда грубо нарушается закона духовной эволюции он вносит него коррективы так что историю следует рассматривать исключительно глазами дворца а это возможно только на финальной стадии вашей работы на пути сознательной духовной революции понятно только тогда вы становитесь зрителем в этом театре жизни глядите глазами дворца на то что творится в этом мире вы отождествляетесь с матчом и с его творением любая позиция точка зрения возможно только при наличии его а коль она отсутствует то в поле вашего восприятия реальности остается лишь творится его творение великое благо не иметь позиции не быть на чьей-то стороне тогда вы абсолютно свободно в своих суждениях без боязни ошибиться понятно а теперь собственно россии который безусловно и мы попробуем это показать находится на особом счету божественного проведения так вот россия единственная страна в современном мире большинство населения которого независимо от национальной принадлежности от подчеркиваю имеет глубоко укоренившуюся духовно прогрессивная психогенетику а психогенетики мы поговорим позже который обусловлен на ее историческим прошлом выстроенном прежде всего на фундаменте православия на основе революционного евангельского учения спасителя об обретении царства божьей жизни вечной через посредство стяжания духа россия эта страна нереализованных духовных талантов которые множились из поколения в поколение из воплощения воплощения и реализация наших потенциальных духовных возможностей целиком зависит сегодня от тех кто выбирает для себя путь сознательной духовной революции остальному в особенности западному миру для которого россия всегда была каким-то инородным телом или костью в горле надо бы благодарить нашу страну ибо его существование существование остального мира обусловлены ее существованием проведение еще медлит медлит с концом света дать возможность собрать на земле как можно большее число духовных плодов преимущественно с российской духовной ниве а так давно бы все было прекращено напомним как божественное проведение относятся к своему любимому дечеству и что она предпринимала в двадцатом столетии с целью поддержания продуктивной эволюционной напряженности на ее духовной ниве россия единственная страна в мире где всего вдумайтесь только за 40 лет с 904 по 45 год произошло такое количество трагических по человеческим меркам событий унесших жизни десятков миллионных людей правда пред не забывать что смерти нет которых бы слегка и хватило всему остальному человечеству перечислим эти события русско-японская война 904 905 годы первая русская революция 5 седьмой годы первая мировая война 14 18 годы 2 революции буржуазная социалистической 17 года гражданская война 18 20 годов массовые крестьянские волнения 22 27 годов голод по волже на украине 28 30 годы период сплошной коллективизации на селе 29 32 годы период политических репрессий 35 38 война с финляндии 39 великая отечественная война 41 45 война с японии 1945 год началось войны с японии закончилась войной с японии понятно то была война которая россия потерпела согрушительное положение ну сорок пятом году победная война с японии вот такие события а в девяносто первом году разразился еще один сокрушительный катаклизм распад сср вот как проведение распорядилась нами не родилами сначала в прах разлетелось российская империя а затем ее прямой наследник советский союз генерал фельдмаршал миних немец по происхождению с 1721 года занимавший на русской военной службе высокие командные посты за два года до смерти 1765 году удивительным образом высказался россии русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными что она управляется непосредственно самим господом богом иначе невозможно объяснить как она вообще существует увидел педантичные наблюдательный немец что кругом варьё кругом казнокрады аппетит их ненасытно дураки у власти а государство тем не менее существует увидел это немец да не вполне вписывавшиеся в официальную советскую идеологии философ мир об константинович мамадашвили касаемо существования россии тонко подметил россии существует не для русских а за счет русских как тонко так не для русских а за счет русских такой колониальный вариант понятно так вот эти самые что ни на есть русские люди есть главные устроители задуманные господом новой небесной россии великий русский поэт федор ван штучев в своем знаменитом четверостишей прямо указал на особое положение россии в современном ему мире умом россию не понять аршином общем не измерить у нее особенно и стать в россию можно только верить и он же федор иван штучев истинный защитник россии эта история ею в течение трех столетий неустанно разрешается в пользу россии все испытания которым подвигает она свою таинственную судьбу история наш защитник то историю верши господь бог видите вот логика очень такая нормально пролить свет на особое положение россии у которой в самом деле особенная стать мировой истории могут результат оригинальной научной работы о русской истории выполненной в принстоне соединенные штаты группой математиков программистов и системных аналитиков приводим цитату из книги смирнова тропы истории криптоаналитика глубинной власти цитирую выезданные в принстоне работе содержатся результаты статистического анализа больших данных относящихся к россии исследователи используя современные мощные методы и стандарты математика статистического анализа посчитали вероятности исторических трансформации событийных преобразований внутри ситуаций для остальных стран мира за 1801 2005 годы выяснилось что вероятности для столь разных стран как сша великобритании франция с одной страны китай япония германия с другой укладывается в определенный исторический статистический коридор исследователи назвали этот коридор вероятность статистической последовательностью исторических событий в ходе расчетов выяснилось что событий на историческая вероятность россии лежит далеко за пределами этого коридора таким образом мало того что отклонение российской вероятности от главной исторической вероятности на несколько порядков превышали среднеквадратическое отклонение а это говорит еще и невероятности истории россии относительно истории всех остальных ныне существующих ключевых стран мира заинтригованные математики решили включить в расчеты еще одно ныне уже не существующую держава османскую империю к их удивлению о чем они прямо написали в книге османская история лежит в рамках исторических последовательности а посему либерально-ориентированному сознанию в этом видится проклятие уж никак не рука божественного проведения относительно нашей истории ведь вот вообще никак просто не укладывается в исторический мировой проект никак напомню что наша главная задача по рассмотрению отечественной истории убедительно показать что любой исторический период это исполнение воля проведения потому у нас такая кривая история не укладывающаяся в рамке исторических коридоров остальных стран миров и что же в результате супер умные заокеанские аналитики определили причиной такой кривизны российской истории два фактора внимание первой они связали это зашкаливающим все мировые нормы количеством злодеев подонков негодяев тупицы тому подобное в составе российского правящего слоя и вторым по их мнению дополнительным отечеющим фактором является то обстоятельство что в решающие моменты российской истории лица воли случая или чё-то иного никак не случая воли проведения обычно тыс к случаям не бывает по-иному оказавшиеся в нужное время на лично им нужно лично им нужном месте умудрялись связываться в глобальном масштабе с наиболее паразитарными хищническими деструктивными группировками мировой глобальной элиты амаль вот такие выводы серьезные люди сделали не верится да но промойте глаза глядите что сегодня творится что в девяносто первом году сотворилось смотрите или как так вот благодаря этим самым подонкам злодеем негодяем и тупицам подвязавшимся во власти они будучи таковым туда практически невозможно проникнуть вы понимаете да во власть в духовном поле россии поддерживалась продуктивная эволюционная напряженность прямо способствующих духовного становления отдельных индивидов особо отмечено в божественном проведении ясно напряженность должна быть быть хотите усреднение сознания спокойно с этой жизни нет на особом учете у господа это не возможно находясь на особом учете так поезжайте туда где все хорошо знаете такие страны да поезжайте там будете обеспечены тем чего вам хочется спокойно с это жить будете там даже пособие будет платить вашей собаки но 1 1 на 2 не положено на кошка не знаю дают пособие или нет на собак дают поняли да не нравится ну не ешьте так вот следует отметить что правители в россии за очень редким исключением с точки зрения обывателя мягко говоря всегда оставляли желать лучшего и как тут не не воскликнуть перефразируя крылатое выражение поэт в россии больше чем поэт слышали такое выражение ты год дурак в россии больше чем дурак это в частности о дураках правителях а горбачёве ельцина их предтечь хрущеве то знаков для либералов фигуру в они очень любят любят этих дураков правителей поставленных по воле проведения для развала идеологически обанкротившегося и жившегося советского союза вот великий русский композитор открывшийся в своих дневниковых записях музыка как судьба так называется эта книга еще и как удающийся духовный мыслитель георгий васильев свиридов естественно сильно нелюбимая либералами так выразился об отечественных дураках поистине русский дурак самый монументальный дурак на свете шо сказал им памятники ставят даже либералы так вот а есть еще на руси и ласково звучащие ваннышки дурачки или просто чудаки все равновешенные люди со спокойным умом чья огранка душ проходила по крупицам из воплощения воплощения в смирении в условиях крайне внутренней внешней поляризации радичек чудаков что не от мира сего сторонящихся власти и не падки до наживы имеющих особое чувство ответственности за живую жизнь на планете чудаков на которую как на гнусных плебеев признительно смотрят либералы господом и затеялось земное человечество ведь не случайно спаситель предупредительный зарек для имеющих ушек последние будут первыми в царстве помните такое и в дополнениях сказанного приведу замечательные строки современного русского поэта николая дмитриева мне было все дано творцом без всяких проволочек и дом с крыльцом и мать с отцом и складывание строчек россия рядом и в груди с мечтой о новом спаси с тысячелетьем позади с вечностью в запасе и вот теперь сказать могу не за горами старость что все досталось дураку все дураку досталось коротко и ясно чего вам еще нужно от этой жизни а и мать с отцом и дом с крыльцом и занятия какое-то да вот вам все досталось вам все мало 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 чего мало вы так и не разобрались доподлинно да есть дом с крыльцом нормально мать с отцом есть до занятия его есть все вот дуракам от достал слава богу притяжание к власти нет до наживы вроде бы непадки еда что бог послану кому сколько и как тут не вспомнить внешне неприметных русских женщин настоящих русских женщин на которых всегда держалась да и держится пока земная россия россия я когда-то написал на них россия выдержала воз коль надо молчал строили пахали лишь временами перед сном авось рукой махнув на трудности вздыхали и на фоне современных женщин со стандартными надутыми вечно недовольными губами но простите миливы как великодушная тех кого уже надули ну ради бога не при чем она так так вот а губы всегда недовольные когда надо ты вы знаете допустим как вот с надутыми губа более сделаем все недовольны включаешь телевизор а там губошлепки что-то вещают и недовольны и все даже если они улыбаются обворожить на недовольство вот в губах проявляясь закусить у губа вот так и нормально ну ладно так вот эти люди непростые наши русские женщины они выглядят по сегодняшним либеральным меркам как ископаемые существа на самом деле это действительно священные реликты оставленное господом в назидание потомкам вот такие строки я написал седые пряди беленький платок лицо в морщинах высохшие руки было во горе огненный глоток таят груди клокочущие звуки было и горе в выцвет всех глазах в покое рук на остреньких коленях в углом платочка выйти так слезах воспоминаний страшных дуновениях не к счастью довелось встречать таких воистину смиренных женщин которые в случае чего и в храме собственного тела и на коробью липоху могут помолиться для них бог везде у меня есть фотографии этих женщин их немного это реликты из прошлого сейчас не обязательно становиться такими реликтами но они есть от памятники нашей духовной истории понимаете мудрый георгий васильев свиридов так отозвался о своем родном отечестве россия грандиозная страна в истории современной жизни который причудливо сплетается самые разнообразные идеи веяния влияния путей и необычайно сложен не во всем еще и разгадан она всегда в движении и мы можем лишь гадать как сложится ее судьба ее истории необыкновенно поучительно она полна великих свершений великих противоречий могучих взлетов и исполнена глубокого драматизма мазать ее однобраздой густой черной краской напополам с экспериментами изображаем многослойную толщую народу с копищем дремучих хамов жуликов и идиотов коверкать сознательно опошлять ее гениев на это способны лишь люди глубоко равнодушны или откровенно враждебной родине это апостолы зла нравственно разлагающий народ с целью сделать его стадом в угоду запада так вот эти апостолы зла под видом европе зации американизации вовсю устремятся колонизировать нашу национальную культуру искажаю нашу великую духовную историю кое по качеству числу принесенных духовных плодов основавших и строящих небесную россию с ее духовными гениями нет равных мире у этих людей у этих апостолов зла отсутствует связь со страной с ее народом они живут вольготно паразитируя в этой стране в экономической финансовой и культурной сферах в экономической финансовой и культурной сферы вольготно паразитируют